Избежать трагедии удалось по счастливой случайности. Выйдя в подъезд многодетная мама Надежда Курдюкова на долю секунды, раньше или позже. Звонить пришлось бы не только в управляющую компанию и аварийную службу. Вышла я с ребенком в магазин с годовалым. И вот на нас обрушился потолок в подъезде на втором этаже. Слегка зацепил ребенка, он мне так кричал. Пока я его успокоила, соседи вот тут, мужчины, все убрали. Но тут полподъезда было завалено просто обломками вот этими всеми. Наша съемочная группа была здесь буквально несколько дней назад. Жильцы дома-юбиляра. В этом году ему исполняется 60. На протяжении последних лет практически всем занимаются сами. Вот то, что мы сами уже не можем делать. Приступить к ремонту управляющая компания обещала в этом году. Жители надеются, что обрушение потолка в подъезде станет хорошим уроком управдому и к своим обязанностям. УК «Жилищный стандарт» предь будет относиться более ответственно. Дальше все это шапкой вздувается. Рядом железная дорога идут груженные поезда. Дом шатается. И вот я боюсь, что дальше все это будет рушиться. Мы боимся уже за жизнь нашу и наших детей. Позвонили еще управляющую компанию, дали телефон аварийке. Может, что-то вечером приедут, там заделают, хотя я сомневаюсь. Короче, рушится дом. Ужас. Как сообщили жители в аварийной службе, им дали понять, что ни сегодня, ни завтра, ни даже в понедельник сотрудники к ним не приедут. Выходной по случаю праздника ведь никто не отменял. За происшедшее однозначно лежит ответственность на управляющей компании. Управляющая компания обязана содержать личные пролеты в том состоянии, чтобы они соответствовали всем необходимым требованиям. В данном случае, полагаю, что гражданам надо обратиться с иском в суд. Суд обязывает управляющую компанию выполнить определенные перечни работ. Ольга Терентьева, Игорь Радковский, телеканал Волгоград-1.